Если смотреть все выходящие сериалы, на это не хватит и целой жизни, так что лучше смотреть только те, которые действительно стоят внимания. Вот восемь новых сериалов, среди которых семь премьер, которые впервые вышли на экраны, и один новый долгожданный сезон любимого многими сериала. Переполненная комната. Психологический триллер с Томом Холландом в главной роли. Это вольная адаптация книги Дэниела Киза «Множественные умы» Билли Миллигана. Говорят, съемки сериала были такими напряженными для Тома Холланда, что после окончания он объявил о годичном перерыве в актерской карьере. В общем, Нью-Йорк, 79-й год, главный герой застенчивый юноша попадает под арест после стрельбы в Рокфеллер-центре. Следователь проводит с ним многочасовые беседы, чтобы понять, какая цепочка событий привела молодого человека к этому роковому дню. Сериал медленно наращивает темп, но все же увлекает. А создатели не спешат раскрывать карты, хотя те, кому известно имя Билли Миллигана, и так могут предположить дальнейшие события. В любом случае, сериал достойный и с хорошей актерской игрой. А говорить об успехе или неудаче проекта еще рано, ведь вышло только три из десяти серий. Кумир. Проект HBO, ожидавшийся как новая эйфория. Но после выхода первых двух эпизодов стало понятно, что, скорее всего, это будет один из главных телепровалов года. Но не рассказать про этот сериал я не могу, тем более, что еще должны будут выйти четыре серии, и вполне возможно, что они хоть как-то выправят ситуацию. В общем, это совместное детище режиссера и создателя эйфории Сэма Левенсона и музыканта Абеля The Weeknd is Fire. Главные роли исполняют сам The Weeknd и Лили Роуздепп, а повествование ведется вокруг отношений лидера культа и восходящей поп-звезды. Первые два эпизода показали в Каннах, и там они восторгов не вызвали. Все довольно прямолинейно, со множеством необязательных эротических сцен и сбивчивым сюжетом. Но, с другой стороны, сериал отчасти в духе эйфории, а Лили Роуздепп отлично смотрится в кадре. Ну и есть интересные герои второго плана. Копенгагена не существует. Ну, а кроме новых сериалов, можно порадовать себя еще и походом в кино, ведь компания Про Взгляд с 22 июня выпускает в прокат радикальную историю любви Копенгагена не существует. Это датский фильм по сценарию номинанта на Оскар Эскеля Вокта. В центре истории молодая пара, чья случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула их жизнь. И когда девушка неожиданно пропадает, молодой человек оказывается главным подозреваемым. Построен фильм на серии загадочных допросов в квартире, которые проводят отец и брат пропавшей девушки. И следя за этим действом, зритель по крупицам узнает, складывая в пазл мотивы и желания, лежащие в основе отношений главных героев. Это, в свою очередь, увлекает и создает ощущение надвигающейся катастрофы, что в итоге оборачивает фильм в крепкий триллер, за сочной картинкой которого скрыто множество психологических травм. Визуально это безупречная и очень трепетная история о том, насколько разрушительной может быть безграничная сила любви. И ты знаешь лишь то, что все изменилось, когда вы встретились. Основано на реальных событиях. Восьмисерийный комедийный триллер с Кейли Куока и Крисом Миссино в главных ролях. В центре истории семейная пара, которая ждет ребенка, но в их отношениях кризис. Что с нами будет? Они решают запустить подкаст о серийных убийцах, и это хобби меняет их жизнь. Сериал этот не то, чем может показаться на первый взгляд. Это не детектив и не сериал о маньяке. Он просто высмеивает индустрию тру-крайма и одержимость людей жуткими преступлениями. Но несмотря на отсутствие расследований и смертей, здесь есть и напряжение, и неожиданные повороты, и довольно динамичное действие, ирония, и хорошие актеры. Все восемь эпизодов уже вышли. Посмотрим, набралось не полмиллиона. Светилище. Японский сериал от Netflix, приоткрывающий завесу мира сумо. В центре сюжета молодой парень, который приходит в этот спорт, чтобы решить свои финансовые проблемы. Он ведет себя с вызовом, совсем не чтит традиции сумо, из-за чего наживает себе множество врагов и в своей команде, и в конкурирующих. Люди просто возмущены его грубым поведением. Сериал максимально точно передает атмосферу мира сумо, показывает его сложности, особенности и знакомит с философией сумо. Все это выглядит брутально и увлекательно не только для причастных к этому спорту, но и для широкого зрителя. Энно побеждает с помощью Увата Досинага. Всем спасибо за внимание. Сдвиг. Это американо-канадская комедия с элементами фэнтези от режиссера, сценариста и исполнительницы главной роли Зои Лестер Джонс. Вы могли ее недавно видеть в фильме «Бо боится» в роли матери главного героя, ну, в молодости. По сюжету Мэй – сотрудница художественного музея. Ей немного за 30, она замужем уже 13 лет, и в ее отношениях с мужем наметился кризис. Но судьба решает дать ей второй шанс на счастливую жизнь. Да, вот так. А потом и третий, и даже четвертый. В общем, героиня начинает путешествовать по разным версиям своей жизни. У этого сериала небольшой хронометраж, всего 7 серий по 20-25 минут, которые уже все вышли. Смотрится при этом легко и затягивают зрителя вместе с героиней в ее миры. Фубар. Комедийный шпионский экшен с Арнольдом Шварценеггером. Он играет агента ЦРУ, собирающегося выйти на пенсию. Но неожиданно у него появляется последнее дело. Охренеть. Вследствие чего он узнает, что его дочь – тоже агент, выполняющая опасную миссию. Вот, блин. Всего 8 серий по 40-50 минут, а по духу сериал напоминает микс знакомых с детства шпионских комедийных боевиков. И с одной стороны, здесь нет чего-то выдающегося, и тот же Король Талсы со Сталлона вышел намного круче и интереснее. Но с другой стороны, это неплохое развлечение на выходной. Особенно если те самые комедийные боевики вам нравились. Да и на Шварца приятно посмотреть. Все 8 эпизодов первого сезона уже вышли. Охотничьи псы. Южнокорейская криминальная экшн-дорама, основанная на Вептунах. Погнали! Есть! Рассказывается здесь о двух молодых парнях, которые сначала встречаются на ринге как соперники, а затем, уже как друзья, впутываются в противостояние с крайне опасными коллекторами. Пойдешь в полицию, твою мать убьют. Это крепкий экшн-боевик, тут почти не используют оружие, все решается на кулаках, битах или ножах. Местами смотрится жестко, кроваво, а в целом напряженно и без проседаний в динамике. Черное зеркало. Долгожданный шестой сезон. Культовый сериал «Антиутопия» Чарли Брукера вернулся на экраны 4 года спустя. В новом сезоне 5 эпизодов, которые уже все вышли. В актерском составе Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Зази Битс, Аарон Пол и Кейт Мара. А ну с Сальмы Хайек? Бинго! Здесь, как обычно, каждый эпизод не связан с предыдущими. Ни сюжетом, ни местом действия, ни персонажами. И смотрится как отдельный фильм. Но на этот раз авторы отходят от надоевших всем историй про смартфоны, соцсети, злые корпорации и, в общем, отдаляются от технологий. Классическое черное зеркало появляется здесь лишь в двух сериях. Это просто безумие! Ну а в общем, критики восприняли такие изменения. Положительно, а понравится ли обычным зрителям, это зависит от ожиданий. В двух словах, это высококлассный, мрачный, фантастический триллер. И если вы до сих пор не знакомы с миром черного зеркала, самое время уже это сделать. На этом все. Спасибо за внимание и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok